Эксперты и экономисты дают лишь приблизительную оценку ущерба, который наносит государству нелегальный рынок спиртного. Так за один только год Самарская область теряет от 3 миллиардов рублей. Гуляйполе осталось в наследство с 90-х, когда, чтобы торговать пивом или водкой, вообще не требовалось никаких документов. Навести порядок в ближайшее время такую задачу обозначил во время видеоконференции губернатор. В онлайн-совещании приняли участие 7 тысяч человек. Из-за нелегального оборота, по разным оценкам, мы теряем от 3 до 4 миллиардов рублей ежегодно. А если брать примеры других регионов, которые работают очень успешно, относительно, то эту цифру можно еще умножать полтора-два раза. То есть, насколько много они в итоге имеют для бюджета и насколько общая ситуация у них благополучная. На связи МТЛ-арена, а также большие спортивные и актовые залы во всех городах и районах области. На тропу войны с левой водкой выходят всем миром. Сегодня это дело не только легальных производителей и госвласти. Организацию контроля берет на себя общественность, а возможности навести порядок сегодня есть. С 1 июля 2017 года законодательство стало жестче. Теперь это вопрос не только экономической безопасности, но и здоровья нации. За год в Самарской области контрафактным алкоголем отравились больше тысячи человек. Летальным исходом закончились 159 случаев. Мы за это время проверили порядка 65% объектов потребительского рынка, который торгует алкоголем. Это более 900 объектов. И должен вам сказать, что в третьей из них обнаружено нарушение, связанное с нарушением лицензионного акцизного законодательства, скажем так. Это очень большая цифра. Это означает, что мы недополучаем очень серьезные деньги, которые можно было бы пустить на развитие города, на развитие инфраструктуры. И губернатор в очередной раз сегодня достаточно жестко подчеркнул, что задача полного сбора налогов, в том числе акцизов, это задача не только системы правоохранительной, но и системы муниципального управления. С июля выросли штрафы за нелегальную продажу спиртного. Суммы теперь исчисляются миллионами. Кроме того, бутлегерам и торговцам грозит уголовное наказание до пяти лет лишения свободы. Еще строже до восьми лет за подделку акцизных марок. Слишком велика цена. За организацию и покровительство преступного бизнеса любой руководитель может лишиться должности. Мы освободим любого главу района. Эти цифры еженедельно будут у меня. Еженедельно. И вам надо так настроиться. Не вот сначала догнать кого-то, а лет через пять Татарстан. Это все вещи такие. Вот все в абсолютно в наших руках. Это акциз. Это непростой налог. Глава региона привел в пример Татарстан, где уже с апреля все торговые точки подключены к системе государственного информационного контроля. В Самарской области целый ряд магазинов торгуют алкоголем по старинке. Еще одно нововведение соседей – всенародный контроль. Каждый, кто укажет на нелегальную точку, получает материальные поощрения. В Самарской области будет введена такая же система. Кроме того, более 120 тысяч человек заявили о своей готовности войти в число активистов народной инспекции. Сейчас, опираясь на законы в общественном контроле Самарской области, мы можем создать постоянные действующие общественные инспекции или группы общественного контроля в каждом микрорайоне. И я абсолютно уверен, что если к этой работе, кроме органов в госвласти, подключатся добросовестные продавцы и также производители алкогольной продукции, мы сможем запустить ее в кратчайший срок и получить результат. Контрольные мероприятия будут проводиться при содействии силовых и надзорных ведомств. И по мнению специалистов, навести порядок не составит большого труда. Тем более, что положительный опыт в России уже есть. Олег Зверев, Максим Гусев, События.